здравствуйте хочу сегодня представить вам свою такую интересную и оригинальную разработку а это именно устройство которое обеспечивает чтобы в доме постоянно была вода в сельских районах или в пригородах бывают низкие низкое давление воды поэтому особенно в часы пик вода в дом просто не поступает это утром или вечером и для того чтобы вода была в доме нужно поставить можно каждый человек может на чердаке своего собственного дома поставить гидроаккумулятор вот в качестве гидроаккумулятора я взял вот этот старый бойлер купил его на авито всего лишь за 3000 у него контур нагревания воды где-то продырявился но мне это абсолютно для моих нужд не мешает этот контур использовать я этот контур заглушил и поэтому использую только контур который держит воду это своего рода водонапорная башня и когда я начал делать вот эту разработку я сначала перерыл интернет как устроена водонапорная башня и вот самое интересное что я там обнаружил что ни один блогер не пишет и не рассказывает о том как же работает гидроавтоматика водонапорной башни а я в свое время занимался был инженером по авиационным двигателям и довольно таки плотно был работал знаком с работой гидроавтоматики авиационного двигателя а поверьте мне электро гидроавтоматика авиационного двигателя гораздо сложнее чем устройство автоматического регулирования уровня воды в водонапорной башни так вот вот снизу в этот бойлер подается вода из магистрали и она бывает то она как бы есть это вода в часы пик ее нет она опускается и как бы в этом-то сложности ничего нет подал воду и она там есть казалось бы просто но важно ведь еще и другое важно чтобы ты ее подал и чтобы она могла из этого гидроаккумулятора обратно выльется вниз это первая функция автора функция для того чтобы уровень воды не перелил мимо и не затопил весь дом вот для этого я сделал два простых устройств первое устройство вот вода поднялась до этого уровня дальше она подается вот в этот всем известный нам емкость для 19 литровая емкость для которых привозят на воду здесь я поставил обыкновенный клапан от самого обыкновенного унитаза то есть когда вода сюда заходит из магистрали она вверх вот подается вот шум битя поднялся вода подается и когда она поднялась до этого уровня подача воды клапан подачу воды прекратил но важно же еще и другое чтобы ведь клапан то он подает воду только в одном направлении а важно чтобы вода когда слив в забор воды начал происходить чтобы эта вода ушла вниз и здесь определенная есть техническая трудность если мы просто так вот возьмем эту магистраль соединим то вода сильно давай нет и помимо значит этого всего резервуара она просто ее сверху выплеснет и она начнет затапливать дом поэтому вода подается сюда не просто так вот здесь стоит обратный клапан то есть он подает воду только в одном направлении когда забор воды пошел потребовался вниз этот клапан открывается и из этого бака и дальше вообще из самого бойлера вода пойдет вниз хоть до самого низа эту воду спустит вот вот это самая главная часть собственно сделать вот эту водонапорную башню вообще никаких не составляет трудов для этого нужно всего лишь вот этот клапан от унитаза и клапан который обратный клапан любой водяной клапан здесь у меня на дюйм а можно и даже и на пол дюйма было сделать ничего страшного вот как бы такими простыми средствами можно обеспечить что в доме будет постоянный постоянно вода потому что есть гидроаккумулятор воды и вообще как бы по жизни я постоянно занимаюсь какими-то изобретениями вот я помню когда приехал в москву и поселился на квартиру то у хозяев вода из газовой колонке постоянно текла какая-то полутеплая и вот они так мылись наверно лет десять наверно этой полутеплой воды и я как-то незаметно днем когда хозяев не было дома взял разобрал эту газовую коленку а я же инженер по гидроавтоматике там есть такая плоская такая значит регулятор подачи газа в колонку я его открутил там пружинка такая которая мембрана я смотрю я взял под эту пружинку просто положил монетку там не помню там то ли 3 то ли 5 копеек советское времена еще было и обратно все завинтил хозяева приходят домой у них льется горячего до десять лет мылись холодной водой тут горячая вода пошла я его объяснил что вот я там монетку подложил пружинка поджалась и газа стала больше поддаваться в колонку вот такими как бы простыми методами можно вырешить в жизни много проблем так что вот увидит перед перед собой мужчину которого работают не только руки но и голова так что если что нужно такое решить какую проблему обращайтесь можно сделать даже вот такой водонапорный котел пас не котел водонапорную башню внутри дома поставить